Матч между Лучом Энергии и Спартаком из Нальчика Коцаева на рандеву с Глокипером гостей, правда его удар Николай Цыган парировал, но на добивании первым был Шамиль Асельдаров 1-0. Тактика у нас такая, прессинг в первую очередь, большими массивными силами атакуем, стараемся решить исход первые 15 минут. Если не получается, тогда уже исчезаем позиционные атаки, свои какие-то козыри находим, какие-то моменты. Второй тайм полностью прошел под диктовку хозяев. У желто-синих было еще несколько моментов для взятия ворот спартаковцев. Гости тоже могли сравнять счет незадолго до окончания матча, но отлично здесь сыграли защитники «Тигров». Итог 1-0. Победа Луча Энергии. В нынешнем сезоне, вот этот отрезок времени, я лично себя нацеливаю на все-таки результат в большей степени, хотя пытаюсь донести до команды, что не должен результат давлеть над качеством, в целом над качеством, над качеством взаимодействий, над абсолютно безобразным навыком боязни ошибиться, который, собственно говоря, противоречит вообще сути футбола, но который был привит, я так понимаю, большинству футболистов с детства. Времени на отдых у футболистов нет. Команда отправляется в Новосибирск, где уже 26 марта встретится с Томью в матче 1-4 Кубка России по футболу. А следующая игра Луча в рамках ФНЛ состоится на родном поле 4 апреля против Ротера из Волгограда. Волейболистские «Приморочки» уступили саратовскому «Автодор Митару» в двух матчах 0-3 и 2-3. И если первую встречу гости выиграли на классе, то вторая едва не закончилась реваншем хозяек площадки. Проиграв первую партию, «Приморочка» нашла в себе силы и сделала рывок, взяв второй-третий сет. Такого напора лидер высшей лиги не ожидал. Но гости сравняли счет в четвертой партии и в итоге довели матч до победы. Игра была хорошая, играли все отлично, девчонки молодцы. Но соперник оказался на счет, на блоке, наверное, он посильнее выглядел. Я думаю, что на приеме нормально у нас получилось, подачи тоже хорошие были, в защите играли хорошо. Единственное, на блоке соперник нам немножко переигрался. Впереди у волейболисток «Приморочки» заключительный домашний матч из сезона. 25 и 26 марта команда примет Нижегородскую «Спарту». И «Спартак Приморья», и «Рязань» досрочно гарантировали свое участие в плей-офф. Но в оставшихся матчах регулярного чемпионата командам предстоит решить не менее важную задачу – занять итоговое место как можно выше, чтобы иметь преимущество своей площадки на первых стадиях игр на вылет. Матч начался под диктовку гостей. «Рязань» выиграла первую четверть, но полностью провалила вторую, набрав всего три очка. У «Спартака Приморья» напротив получалось в этот вечер все – дальние броски, подборы, быстрое нападение и защита. В третьей четверти «Спартаковцы» только укрепили добытое преимущество, доведя в итоге матч до комфортной победы – 64-54. «Эта победа очень нужна нам была, и поэтому немножко давило психологическое волнение, плюс свои зрители мы не могли проигрывать эту игру, и немножко волнения было в начале. Но потом постепенно мы почувствовали свою игру, начали играть нужные комбинации, повели в счете, нашли свой ритм». Сегодня на паркете «Олимпийца» состоится заключительный домашний матч регулярного сезона. «Красно-белые» примут русскую Мордовию из Саранска. Марьяна Симоненко, Василий Косилов. Новости спорта на восьмом.